всем приветик сегодня видео пересадочка такая небольшая я делала пересадку должна была показывать предыдущем влоге это значит после папе после папиного день рождения я привезла какие-то растюшки и захотела в общем их надо было их пересадить посадить скорее всего и что пересадить вот не поместилась в влог этот кусочек и я решила его оставить на потом так что посмотрите он небольшой увидите какие растюшки что я сделала рассказываю показываю надеюсь вам понравится а мы походим сейчас по обнимаемся вот с этим вот этим вот пушистиком посмотрите какой он толстенький какой он толстенький разве можно так вырасти за два месяца разве можно так вырасти посмотрите и прячься не стесняйся не кусай не кусать не кусай он уже мало кусает но все-таки кусает вот он я и ну ты в камеру не надо прям до кули ты где она она кисит идем мы увидим тоже идем идем на тебя посмотрим идем идем где ты тебя не видно идем отсюда идем сюда идем подальше идем подальше у тебя не видно вот они вот они обои вот они мои обои хорошие закуле смотри смотрите какие вы хорошие друзья на друг друга не смотрят главное ну все мы с вами прощаемся хорошего просмотра ау ну вот мои растюшки горшочки так вот это вот растение что я дарила папе филандендрон бир биркин как-то тогда мне сказали вот когда я начала в общем папе сажать вынула значит из горшка смотрю что у него два значит два растения близко-близко значит друг другу ну пошатнула смотрю отходит я его думаю дай-ка посмотрю если отойдет возьму папа говорю у него тут два значит корешка можно я один отсажу себе возьму ну конечно говорит можно что хочешь то и делай значит твой подарок ну я вот этот который поменьше была забрала себе думаю пусть у папы растет тот а у меня этот поменьше ничего мы вот так частенько делимся все равно две эти розетки надо было рано или поздно может быть даже и делить а может и даже и нет ну нарастет если что нарастет захотелось мне тоже попала на такое растение очень редко у нас такое что-то попадается у нас такие самые-самые обычные в общем его я хочу посадить вот сюда вот в этот горшочек он у меня пустой там что-то другое было пересадилась вот это кашпу у меня стоит тоже пустое в нем тоже было что-то другое пошло в побольше в тот же день когда я папе подарила значит подарок вот этот филодендрон я для себя купила в общем у меня были определенная сумма денег я купила это и на что осталось я купила вот это чтоб ну просто не уходить так вот с пустыми руками скажем с мелочами вот и думаю посмотрела выбрала конечно такой сансеверия не очень-то люблю вы наверно знаете говорила не не очень ну вот это как-то мне приглянулась из-за того что у меня в доме тоже не все растения живут потому что освещение очень плохое в общем не все растения выживать значит хорошо окон у нас подоконников нету говорила я вам вот сансеверии вроде в общем и не сильно общим освещением тоже могут вы выжив выживать в общем в таких условиях такой вот минечку дума дай-ка возьму как раз таки у меня вот пустой вот это вот кашпо может туда ее и посажу смотрела тот у кого были побольше деток я всегда так делаю конечно же вот этого я не видела правда не было видно а вот этого я видела что брала тут была еще одна крупненькая детка сбоку вот когда я папе попросила вот эту вот отделить значит себе взять попробовать тоже вырастить интересный показался мне говорю пап а у я говорю себе взяла сегодня растение у него тоже говорю есть детки давай гору хочешь детку говорю тебе сразу же тоже посажу как раз так у него всегда есть пустые горшки и вот я взяла отсадила вытащила одну большую детку от посадила сразу папе ну конечно бы папе дала такую тоже в общем сейчас задача вот это значит мне надо рассадить вот этих деток крупную розетку посажу вот в этот горшочек и в кашпо пойдет вот сюда кашпо самокрупная но горшочек туда не влазит большой ну что влазит а вот этот посажу туда я приготовила земельку сейчас я вам все весь процесс не буду показывать ну так покажу кое-что горшок у меня не мытый но у меня там что было ничего в общем никакой не болезнь ничего растения не было просто освободила земельку старую насыпала дренаж насыпала уголек вон и в общем сделала грунт грунт я сделала листовая земля торф перлит и опять же тертый уголек вот всего это такой вот легкий ну что и надо для таких растений думаю кто-то добавляет кокосовые чипсы что-то такое у меня ничего такого нету я и не ищу не пользуюсь ими кто-то добавляет к этим экзотическим как его кору от орхидей тоже не пробовала вроде как хочу и не делаю этого так сейчас как его вытащить одной рукой так ладно вот такие вот у него неплохие корешки тут уже новый листик выходит вот так вот сейчас я его посажу и уже покажу вам что далее о свет включается автоматически вот пока я отделяла значит четыре дитя и папе один побольше не ки был намного больше этих так получилось что я неаккуратно очень сделал облом получилось что вот это вот центральная розетка вот она вот вот тут вот так обломалась вот остались корни и туда же от одной детки вон остался стволик я вот это тоже посажу отдельно посмотрим что с него выйдет может что-то он даст вот а маму где вы этот срез получился видеть обломок остались корешки конечно же там еще в новые среди листиков и я конечно присыпала туда уголек можно и корицу знаете да это все и все это знают вот пока я отделяла деток отвалились и листики попробую может и листики втыкнуть воткнуть посмотреть что с ними будет вот и заодно принесла вот этот свой спрей тоже побрызгать чуточку корешки на всякий случай если там что-то есть сильно тоже не хочу земельку отрыхать узнаете тоже и торф и кокосовый вот этот волокно пусть будет так добавлю наверное наверное всем присыплю я чуточку вот тут вот уголек пусть будет да и в общем и посажу ну вот я принесла уголек вот меня есть и крупные мелкие все я их конечно же макнула вон они в угольке и в общем теперь можно сажать чуточку сбрызну вот так вот и посажу посмотрим надеюсь что все хорошо будет так горшочек дренаж растение интересненькое варьягатника сразу так знаете увидела там несколько сразу мне так раз как сказать на глаз попался думаю о пусть будет как раз таки у меня маленький горшочек аж очень много а всегда не знаю что посадить так ну вот чуть-чуть засыплю буду такая красота как закончу покажу но пересадила я свои сенсиверии сейчас я скоро покажу просто у меня как всегда я вспомнила что мне надо еще что-то есть у меня вот такая вот за мне кулькас что-то он неважно себя чувствует хочу посмотреть что там у него внутри потому что тут у него еще один росток было он сгнил вроде может подгнил я его очень редко поливаю и что интересно да за мне кулькас не любит много воды да так везде говорят так пишут потому что у него ну как вот это вот картошка скажем да папа мой заливает всегда мокрый ничего не не как сказать не загнила вот он загнил он пустой сейчас если его вот лопну вот пустой одна картошка загнила видите так сейчас посмотрим что с главной картошкой так ну да она себе нарастила уже вторую второй этаж ну что-то мне он не нравится корней почти нет ничего люблю очень за мне кулькас но он у меня плохо растет раньше он не рос очень хорошо потом что-то произошло когда произошло в общем у меня из из связи с депрессией в общем у меня начали цветы плохо уже в доме расти я я верю что мое состояние действовало на мои растения и в общем очень трудно в общем опять мне возобновить такую коллекцию и вообще хорошие растения красивые для дома вот сейчас смотрите ни одного ни единого корешка посажу свежий грунт обработаю если что тоже горшочек если помою тоже поменяю или вообще на другой поменяю посмотрим и опять посажу и посмотрим что с ним будет ну вот остался один вот такой и посмотрим если выживет ну не выживет не выживет какой-нибудь момент куплю себе другой что же сделать давайте сейчас я все это сделаю покажу вам а вот и все на этого на эту пересадку мне понадобилось всего полчасика быстренько быстренько у нас темнеет я быстро сделала потому что погода меняется обещают дожди так вот такая вот розетка главное скажем мама сенсиверия она вся такая в пятнах я это все дома почистю конечно вычищу у нее сверху был этот на грунте был вот такой вот волокно от кокоса я также его это уже прикрыла сверху даже осталось я прикрыла и вот этот поменяла ему тоже земельку новенькую ну расти теперь них он не будет расти так не будет но я главное постаралась а мне кажется очень красиво сенсиверия выглядит в этой птички вот красотуля красотуля конечно же красотуля но ее побрызгали в магазине вот этим специальным да для блеска мне вот это не нравится ну ладно пусть будет я протру все таки дома обработаю вдруг что-то на нем не то и вот этот конечно я буду поливать вот эти остальные я не буду поливать потому что тут клубень тут у нас типа суккулент вот и также малышей я поливать не буду оставлю пусть у них подсохнет значит ранка где они где были оторваны оборваны и потом полью в общем это будет несколько дней не поливаться вот тут вот корешок от мамы и вот эти два листика пусть будут при приживутся приживутся они приживутся так нет вот это вот все будет стоять у меня в беседке вместе с суккулентами кактусами а остальные пойдут в дом вот такая вот маленькая пересадочка спасибо что были со мною и смотрите далее